Казанский федеральный университет выиграл грант на создание технологии по переработке отходов животноводства. Размер гранта составляет 375 миллионов рублей на три года, где часть инвестирует индустриальный партнер. Им стала компания «Заинский сахар» – одна из самых мощных производственных площадок в России. Отходы животноводства обрабатываются при помощи пиролизной установки. Пиролиз – это разложение органических соединений при недостатке кислорода. Эта установка собрана сотрудниками федерального университета. Она предназначена для переработки куриного помета. Ну, можно другие отходы, но все-таки первоначально куриного помета. Ее особенность состоит в том, что эта установка работает в режиме слова, так называемого, пиролиза, и она является установкой роторного типа. За хранение таких отходов, в которых накоплено большое количество, предприятия обязаны платить государству. Проект КФУ позволит создать метод переработки этих отходов. Это является главной целью, однако переработанные отходы будут применены как сельскохозяйственные удобрения, а во время самого процесса будет получено пиролизное топливо. С помощью него установка сама может обеспечивать себя энергией. Сам процесс переработки занимает некоторое время. В эту реторту загружается исходный материал, далее реторта вращается на очень медленной скорости. В печи, в камере в основной, достигается температура 400 градусов. Далее газы уходят в камеру дожига для экологических норм, а в самой реторте происходит нагревание без кислорода, что позволяет получить нужный нам качественный продукт. Полученное удобрение «Пироуголь» уже прошло полевые испытания, доказав свою эффективность. Если мы выращиваем на почве без каких-либо удобрений, у нас получается у чмья, если я не ошибаюсь, 16 центнеров с гектара. Если мы выращиваем с минеральными удобрениями 21 центнер гектара. Если мы выращиваем с пероуглём, у нас получается 26 центнеров с гектара. В будущем планируется испытание на больших полях. Казанский университет является одним из первых в России, использующих пиролиз для обработки куриного помёта. В мире для такой обработки используют сушку отходов. Однако пиролиз является более эффективным, поскольку сушка решает не все проблемы, которые могут возникнуть при применении. В отходах содержится множество вредных элементов для человека. Если мы эти необработанные навозы или помёта выносим на поля, гена устойчивости к антибиотикам начинает активно распространяться, передаваться бактериям просто почвенным, которые никогда с животными не соприкасались. Если человек дышит воздухом или съел немытую морковку, плохо помытую, в которых есть бактерии с этим геном устойчивости, он гену устойчивости переносит в себе организм. Генная устойчивость сыграет свою роль при болезнях, поскольку лекарства перестанут быть эффективными при лечении. Артём Тупичкин, Александр Юдин, Лев Халиулин, Универньюз.